предлагаю послушать сравнение сиди проигрывателей меня спрашивали какая разница между сиди с ламповым выходом Eken SD35A и крил DVD стандарт крил построен на чипе AD1853 с дискретным выходом он балансный RCA но буду я сравнивать по RCA потому что все это я подключил во первых Eken SD35A он RCA не балансный то есть не симметричный и я подключил все это к усилителю тоже Eken MS100S он тоже не имеет балансного входа почему я сделал так а не подключил например более высокого класса Вилсинтон R800i который у меня также есть ну по той причине что большинства не будет Вилсинтон R800i по ценовым по финансовым возможностям поэтому более правильно мне показалось показать два аппарата один стоил ну где-то грубо говоря сейчас вот на Алиэкспресс Eken SD35A я вчера смотрел стоит в среднем 60-66 тысяч рублей в основном 66 там стандартная идет цена а крил он стоил в момент выхода 8000 долларов но это то есть где-то 700 тысяч рублей но учитывая инфляция и прочие вещи он бы сегодня стоил больше миллиона такой аппарат но с другой стороны скрел DVD стандарту он рассчитан был в том числе и на просмотр DVD дисков и на соответственно видео часть заточена поэтому обычно в DVD аудио часть уступает обычным CD проигрывателям каким-то очень дорогим но учитывая что это был самый дорогой в мире на момент выпуска DVD проигрыватель вообще из существующих и он был создан по той причине что скажем так жирные клиенты жаловались что когда они приходят в магазин одни балалайки для DVD продаются нет действительно достойных аппаратов поэтому компания крил разработала очень дорогой аппарат который прекрасно играет и сиди великолепно переигрывает очень многие сиди проигрывать но сегодня мы будем такие вот несравнимые вещи слушать ну давайте начнем в общем то первые композиции будут играть на и кине с д-35 а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 далее то есть она совершенно разное поэтому вот эти вот я понимаю что это все происходит от этих высказываний все они звучат одинаково ну разве что на очень бюджетной технике и для не очень разбирающиеся звуки людей вполне возможно что так для них и есть но пускай так и остается так переходим к следующей композиции на екен sd 35 а ламповый выход и сейсов колбас сэнссэс Субтитры сделал DimaTorzok 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 завида и голиафа потому голиафом здесь у нас вступать безусловно крыл бешеной стоимостью и аппарат за 60 тысяч рублей на ламповом выходе и кин ну просто вдумайтесь разница десятикратная по цене как минимум поэтому 9 стандарт конечно будет кривовский звучать тоже прекрасно но вы услышите нюансы и кроме того крел же на дискретном выходе то есть это самый лучший для звука выход не на вот этих вот бюджетных а ушках не бюджетных а уж как неважно любая а ушка она будет хуже чем дискретный выход ну ты дискретно то есть это на транзисторах выход в сети проигрывателя ну давайте я включаю все то же самое а Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» 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 Season call for census The balls wanna know what's going on So Joseph and Mary hit the road With Mary and I on nine months gone And you know we're talkin' bout a hell of a walk And they had no place to stay They tried the inns in the hotels The message was plain as days Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 тоже больше поэтому здесь вот лампочки более-менее прогрелись и звучат уже хорошо даже менять их раз я не вижу смысла ну вот якин он несмотря на то что очевидно что у него класс до уровня топ хай фая примерно он очень мелодичный очень певучий особенно гитара вокал где-то возможно он не такой идеальный где-то будет хуже разделение каналов но в целом вы его слушайте не можете оторваться потому что он очень певучий получается крайне удачная модель опять же вот при его цене 60 66 тысяч рублей ну я не вижу особо вот из новых я имею ввиду педжа новый аппарат продается на алиэкспресс я не вижу вы ему конкурентов ну что вы за 66 тысяч купите кому ничего вы не купите поэтому очень интересная модель но вы слушайте что вам понравилось то и выбирайте но в целом разница в том что якин он более густой звук более насыщенной абертонами но это после звучи и классно слушаться вообще слушать конечно оба классно тем более когда такая аппаратура но крил еще умеет по балансу тогда там трехмерность звука еще вырастает вот но по балансу это вот у меня на велсинтоне уже можно слушать такую вещь ну и про чтение ну как у меня крил не новый уже иногда какую-нибудь болванку может плохо прочитать вот сейчас кстати мы слушали на болванках ребят белокусть best acoustic vinyl sound они мне присылали несколько дисков и ну не хорошая подборка это винил рипы я специально использовал винил рипы чтобы было побольше каких-то вот живых гармонических осталось гармонической информации который бы который бы мог работать ламповый усилитель показывая всю красоту но материал очень хороший у них на дисках записано хорошо единственное что отметил бы на я изначально это сказал в общем-то ну картридж у них простоватый не знаю какой но простоватый это слышно поэтому даже вот я понимаю что нет все это цифровали на там считаете можно переоцифровать по новой действительно достойным крутым картриджем вот ну на этом наверное ребята и все но имеет место быть и качественный компакт диски сиди и винил рипы там другой мастеринг другая компрессия до винил и виниле есть компрессия иначе бы там дорожка перерезал дорожку главы по высоте вываливаться дорожки если бы там не было компрессии поэтому это компрессия потом пытается установиться реакоррекцией а реакоррекция она же просто ну грубо говоря формула определенная и она не может идеально установиться но она как аппаратная формула специальный эквалайзер своеобразный и поэтому там влияет дорогой фонокорректор дешевый фонокорректор ну какие детали инициаторы в там реакоррекции все равно не все идеально не устанавливает чеха у всех по-разному вот но и сидишь тоже не восстанавливается это идеально у меня тоже там аппоксимация чтобы вот эту полосочку рисовать загогулину и там можно по такому по такому там как с этим формулам разные формулы разные методы их очень много на самом деле затухание там оставлять и так далее поэтому все как некоторые думают что звук идеально воспроизводится он никогда он всегда не такой какой записан он такой как его интерпретировал аппарат любой сиди или цап он его интерпретирует он не может прямо точно вот так как он был сделать ну если только не берем нос вариант нос вариант вот как там есть но тогда там есть по сути ступеньки постоянные между этими уровнями громкости которые все равно в определенной степени там какой-нибудь конденсатор их сглаживает относительно но в целом это все равно это дискрет это не аналог если мы сиди берем в общем ребята ну на этом то в общем то и все я показал это чтобы вы могли сами посмотреть один аппарат очень дорогой ну кстати вот на забыл он недорогой бы было когда-то 500 600 долларов на ебей на немецком стоим сейчас оттуда ничего не купить поэтому наверное в почти не найдешь но и почтение начинал говорить моде виде крел стандарт например вот эту болванку он там на пятый раз прочитал ну он вообще не стал не очень хорошо читать только но фирму прекрасно читает конечно вот пиратский тоже хорошо а вот самописки того же компризничать ну сколько ему лет а якин он читает вообще все вообще без разницы но если только не совсем царапано царапано будет выпадение и ты будешь щелкать все ребята всем пока